В пятницу американские фондовые индексы закрылись на рекордных максимумах благодаря уверенному ралли цен на акции Apple. Негативный отчет по рынку труда США ушел на второй план благодаря сильному росту акций. Индекс Nasdaq Composite закрыл сессию на отметке 6762,14, прибавив 0,9% за неделю. Это был 63-й максимум закрытия индикатора, что поставило новый рекорд количеством максимальных отметок закрытия за год. Промышленный индекс Dow Jones закрылся на отметке 23 539,19 пункта. За неделю индикатор поднялся на 0,5%. Индекс S&P 500 завершил торговую неделю на отметке 2587,84 пункта. За неделю индекс увеличился на 0,3%. Это была восьмая неделя роста подряд для индексов Dow Jones и S&P 500, в то время как для индекса Nasdaq это был шестой недельный подъем подряд. В прошлом месяце экономика США создала 261 тысячу новых рабочих мест. Экономисты ожидали прироста на 310 тысяч вакансий. Тем временем средняя почасовая оплата труда осталась неизменной в октябре. Что касается политики, в четверг республиканцы представили план налоговой реформы. В рамках этого плана республиканская партия собирается сократить корпоративный налог до 20%. Реформа также включает в себя упразднение трех налогов на прибыль из семи. Акции Apple выросли на 2,6%, закрывшись на отметке в 900 млрд долларов. Рост произошел на фоне новостей о том, что прибыль компании превзошла ожидания. Apple – крупнейшая компания на рынке и поэтому оказывает значительное влияние на все три главных фондовых индекса США. За последние семь сессий акции Apple поднялись в цене уже шесть раз, таким образом увеличив подъем с начала года по настоящий момент почти до 50%. Акции компании Pandora Media резко упали на 25% в цене после того, как компания в среду сообщила о том, что ее потери увеличились в третьем квартале. В пятницу акции компании продемонстрировали крупнейший внутридневной спад с октября 2015 года. Акции упали до рекордного минимума. Это был недельный обзор фондового и товарного рынков, подготовленный для вас командой Инстатв. Всего вам доброго и удачной торговли!